спасибо спасибо надеюсь что все тоже меня видят и слышат ну что же давайте начнем наш вебинар спасибо вам что попросили провести вебинар я надеюсь после него прояснятся некоторые моменты связанные с университетской библиотекой онлайн из компании директ медиа вы наши подписчики и специально для вас мы проводим сегодняшний наш вебинар давайте я представлюсь меня зовут калиников павел юрич я руководитель учебно-методического центра компании директ медиа и сегодня мой вебинар университетская библиотека онлайн ищем читаем цитируем публикуем мой моя презентация сегодня доступна для скачивания и сейчас я объясню как вы можете это сделать если справа от презентации у вас настоящий момент не высвечено окошко которое называется ресурсы вам надо сделать следующее пожалуйста посмотрите примерно вот в этом направлении я рисую стрелочку вы увидите наверху в правом верхнем углу вебинарной комнаты увидите несколько кнопок ряд кнопок первые из них поднятая рука потом смайлик и так далее нас с вами интересует пятая по счету кнопка виде серой папочки нажимая на эту кнопку справа вы можете высвечивать или наоборот убирать окошко ресурсы в окошке ресурсы сейчас находится единственный файл это наша с вами презентация чтобы его скачать вам надо нажать на зеленую кнопочку которая находится слева от названия файла обращаю ваше внимание не на название файла она на вот эту вот кнопочку коллеги я смотрю у вас тут две поднятые руки давайте мы с вами будем общаться через чат если вы хотите что-то сказать говорите в чате а потому что подключение внешний внешнего микрофона это достаточно утомительное занятие для может что-то не получится и так далее в общем все вопросы задавайте пожалуйста прямо в чат я постараюсь оперативно на них ответить и так если есть еще вопросы по поводу загрузки презентации я прошу сразу их задать почему я советую вам скачать эту презентацию в ней будет несколько ссылок которые могут быть вам полезны и которые напрямую не работают в вебинаре поэтому если вы скачаете презентацию вам будет доступно несколько больше чем просто наблюдая за за процессом воспроизведения еще я хотел бы отметить что все участники презентации все участники вебинара получат бесплатный сертификат после окончания нашего сегодняшнего мероприятия и в конце нашего вебинара я дам дам вам ссылку по которой можно будет этот сертификат получить ну что ж а теперь давайте после этих вводных слов начнем сегодня мы поговорим об университетской библиотеке онлайн это флагманский продукт компании директ медиа электронная библиотечная система главная страница вот здесь вы ее примерно можете наблюдать пару слов об университетской библиотеке онлайн от в цифрах не буду сильно вас утомлять цифрами более 125 тысяч книг агрегировано в университетской библиотеке онлайн более 450 вузов подписчиков из пожалуй уже десятка стран россии снг и дальнего зарубежья агрегируем мы примерно 25 процентов российского рынка эбс сотрудничаем с четырьмя стами издательствами из которых примерно 120 150 это вузовские издательства с которыми напрямую работаем из этих издательств примерно 60 процентов издательств так называемые учебные двадцатки определяющий рынок учебников ну и разные другие большие цифры говорящие о нашей потенциальной аудитории чем мы до наш главный слоган больше чем эбс и это не просто слова потому что мы стараемся агрегировать не только электронные издания у нас есть различные формы электронного контента мы работаем с мультимедиа контентом мы агрегируемся с детектором плагиата антиплагиат у нас есть проекты открытые совершенно проекты ну или частично открытые проекты от портал и энциклопедия мы осуществляем печать по требованию если необходимо продвижение наших авторов принц а ну и наконец у нас есть такой проект как директ академия о котором я расскажу в самом конце нашего сегодняшнего вебинара чем отличаемся мы от других эбс мы стараемся агрегировать больше ведущих и уникальных издательств и мне кажется нам это удается у нас шире представлены гуманитарные дисциплины такие как экономика управление финансы бизнес а но не только гуманитарные широко представлены такие как айти например и другие технические дисциплина ну и наконец компания директ медиа это не только агрегатор контента но и у нас есть собственные книги мы издательство причем исторически мы именно издательство электронное вот и собственные книги от директ медиа разумеется тоже входят нашу электронную библиотеку и в другие наши проекты пару слов о том как строится интерфейс нашей библиотеки вот я здесь пометил цифрами разные области на главной странице на самом верху меню не эбс а меню для перехода между разными проектами компании директ медиа это наш интернет магазин книг нон-фикшн арт-портал бизнес библиотека энциклопедиум школьный портал библиотека нон-фикшн проект директ академия и так далее вторая кнопка а вот здесь я обращаю внимание на правый правый значок вот этот вот это переход к контрастной схеме для плохо видящих здесь можно переключиться на такой вид сайта который будет лучше различим для людей с проблемами в зрении третья центральная панель на самом верху это поиск и и и такое центральное положение говорит о том что в настоящий момент пусть конечно для всех пользователей электронной библиотеки стал ну можно сказать основным способом для нахождения нужной литературы в в электронной библиотеке 4 до поиск у нас как обычные так и расширенные в расширенном поиске есть большое количество полей фильтров подсказок и и так далее четвертое поле это поле которое связано с вашим личным аккаунтом и в ней вы можете перейти в в зависимости от вашей роли ролей у нас несколько основные роли это разумеется студент это основной наш пользователь преподаватель и так называемый корневой пользователь или библиотекарь у которого наибольшие права и у которого расширенный функционал по управлению бс в пределах вашего вуза так вот это личный профиль в котором хранятся сохраненные вами книги хранятся поисковые выборки ваши личные данные и в зависимости от вашей роли могут храниться еще много всякого разного функционала то есть поля 4 это то что отличает вашу личную версию библиотеки от всего остального функционала поля 5 6 7 и 8 это поля раз до различного доступа к каталогам различные виды каталогов в нашей бс при помощи них можно найти книги иным путем нежели поиском то есть через рубрикаторы связанные с разными видами рубрикациями такие как разделы поиск не прошу про прощение выбор подбор книг по угресс по ббк и по разным другим параметрам ну поле 7 это поле баннеров которые переключаются и там в основном хранятся наши ссылки на наши разделы которые в настоящий момент является наиболее актуальными ну и наконец поле 9 это тоже такое графическое меню по основным разделам не контента уже а по основным разделам нашего сайта если говорить о подвале нашего сайта то это в основном новости это под номером 2 вкладка которая существует на каждой странице нашего сайта задать вопрос по этой вкладке вы можете перейти на любую на перейти для форму общения с нашим холп деском и задать какой-то вопрос ну и наконец третий третье поле это наиболее продвинутое меню где вы можете выйти на любой раздел нашего сайта не только на основные но и на обмене употребимые по четвертому вот эти две кнопочки позволяют загрузить онлайн мобильные приложения которые можно использовать для просмотра просмотра книг чтение книг с мобильных устройств да ну и наконец пятый пункт это переход на наши страницы в различных соц сетях мы представлены в вконтакте в фейсбуке и очень серьезно представлены в ютюбе где у нас хранятся записи наших вебинаров записи учебных роликов и многое многое другое вот как раз позавчера у нас трехтысячный зарегистрированный посетитель на ютюбе подписчик появился чему мы очень рады читалка самое главное что нужно нашему конечному пользователю это читалка и читалку мы максимально унифицировали с тем что вы можете найти практически в любом месте где происходит чтение книг ну например в адоб ридере или где-то еще здесь прежде всего присутствует поиск это поиск уже по книге внутри книги а не поиск книг это навигация навигация представлена кнопками 2 и 6 переход вперед-назад сначала конец или на какую-то конкретную страницу если вы знаете ее номер под третьим пунктом очень интересная кнопка вот эта вот которая мало где присутствует мы ее называем мало где я имею ввиду аналогичных продуктах мы ее называем ЭБС как сервис по этой кнопке вы можете вставить ну за один раз использование этой кнопки до трех страниц из любой книги можете получить код и этот код вставить на любой открытый источник в любой открытый ресурс такой как ваш блог учебный курс открытый сайт вашего университета кафедры личный ваш сайт и так далее и появится примерно такая же читалка в которой будет выбраны три ваши до трех ваших страниц ну в виде такой вот цитаты обращаю ваше внимание что это в отличии от просто копипейста это абсолютно легальный способ вставления чужого контента в свои ресурсы и таким образом вы можете делать некие производные произведения из кусочков книг которые присутствуют в нашей библиотеке также по кнопке вот этой вот вы можете скачать до 10% книги в виде PDF для личного пользования обращаю ваше внимание что 10% это вы можете с ними делать все что угодно кроме как публиковать в открытых источниках это исключительно для чтения происходит либо для печати и потом для использования опять же в личных целях четвертый пункт он заключается в том чтобы наиболее удобно читать и разверстать читалку либо на открытие в новой вкладке либо привязать как-то к открытому окну увеличить уменьшить масштаб разверстать книжку по формату либо по ширине и так далее ну и наконец пятая кнопка служит для получения информации в текстовом виде о данной странице то есть получение текстового слоя здесь у нас не текстовый слой а картинка чтобы получить текстовый слой надо нажать текущей странице надо нажать на вот эту вот кнопку для печати текущей страницы иногда нужно перегрузить страницу если на ней что-то испортилось просто еще раз перегрузить страницу не перегружая страницу браузера ну и наконец четвертый пункт это он служит для того чтобы делать пометки в тексте и эти пометки сохраняются по от входа в входу то есть это ваши личные пометки и они будут сохраняться в вашем аккаунте пока существует ваш аккаунт ну это собственно работа с текстом а перед работой с текстом есть еще предварительный экран на котором вы выбираете книжки для чтения и вот как работать с этим предварительным экраном я сейчас покажу вам ролик который записал специально для таких вот вебинаров во время демонстрации ролика я буду оставаться с вами в чате и если необходимо задавайте пожалуйста мне вопросы то как это вы 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 Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы Университетская библиотека онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту вот книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки, посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом, и чуть позже я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки, и теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки «Читать» и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет, «Печатный экземпляр». Ну, на кнопочку «Читать» мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку «Печатный экземпляр». При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин Директ Медиа. Вот открылась эта страничка, и мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии «Принт-он-демант». Вот вы видите, есть такое изображение принтера, мы можем на него нажать, и возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров, и появится сумма, которой необходимо заплатить. Выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. И после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн, и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки, и на что еще можно обратить внимание. Ну, во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора, и, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже, под названием книги, мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка, и, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину «Иностранный язык». Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку «Параметры поиска», мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины «Иностранный язык». И ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. Мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно так же можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. Ну вот в этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка – это название издательства. Соответственно, при нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. Ну, в данном случае это наше издательство, издательство Директ Медиа. Мы сейчас увидим, что высветятся все издания, помещенные в ВБС нашего издательства. Ну вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность – это занести данную книжку в избранное. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимая на эту кнопочку, вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. Вот к избранным книжкам относится в данном случае вот эта книжка только, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки и дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, во-первых, есть информация о кодах этой книги в СБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекаря. Далее, у каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку «Читать», перейти сразу на какую-то страничку. Но мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как «Список литературы». «Список литературы» – это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно когда вам надо что-то процитировать. Вы пишете какой-то труд, учебный или научный. И вам надо процитировать не только данное издание, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда то, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется «Библиографическое описание». Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе, и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых гостах. Так вот, в этом случае вы просто берете и переносите копипейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция, и ей очень удобно пользоваться. Давайте, прежде чем перейти к чтению, я вам покажу, какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку и мы видим, что вместо одной кнопочки, библиографическое описание, которое осталось прежней, появились еще две кнопочки. Это описание в Русмарк и поместить в. Описание в Русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать, это достаточно специфическое занятие. Ну, а вот кнопочка поместить в, она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Ну, например, первое, что можно сделать, это поместить в учебную программу. Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо выбрать из каких-то программ. Ну, давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Вот, подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь вот выбираем «Мой ВУЗ» вкладочку. Здесь появляется информация о ВУЗе. И в информации о ВУЗе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну, и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке «Рекомендуемые материалы». Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь, в разделе «Книги» появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные. Мы можем нажать на эту ссылку. И откроется опять вот эта вот страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в «Книгообеспеченность». Ну, давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. Ну, ниже идут некоторые рекомендации. Какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец, мы добрались до самого главного. И теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. Давайте снова вернемся в нашу презентацию и продолжим работу на нашем вебинаре. Уже со мной. Кроме, собственно, самой читалки, есть еще возможность сохранить кусочек текста в так называемый цитатник. И из этого цитатника потом сделать свой собственный реферат. У нас есть такой сервис, как «Мастер рефератор», в котором можно из отрывков произведений добавить также свой текст и сразу отправить на печать. Конечно, как по мне, так проще работать просто в Ворде, делая копипейсты. Но, во-первых, не у каждого на компьютере может быть установлен Ворд. А во-вторых, ну, такая возможность сделать что-то прямо в облаке, она все равно достаточно удобна. Повторюсь, это уже было в нашем ролике. Еще раз повторюсь о том, что у нас еще на этапе просмотра результатов поиска или выборки книг, до того, как вы именно начали читать книжку, можно скачать библиографическое описание и использовать его в своем собственном произведении, таком как реферат, научный труд какой-то и так далее. То же самое касается списка литературы, который можно взять, если он существует в книжке, его можно взять из предварительного экрана и тоже отсюда использовать вот эти вот записи для каких-то своих целей. То, что я вам показал, а также функционал ридера, у нас есть два ролика, которые хранятся на нашем YouTube-канале. Вы можете на них сослаться, если к вам подойдет ваш студент или преподаватель, который захочет подробнее расспросить вас о том, как работать с университетской библиотекой онлайн. Вот эти два ролика можно ему порекомендовать для того, чтобы он их посмотрел и усвоил бы. Поиск. Как я уже говорил, поиск у нас есть достаточно продвинутый. Он и основной, и расширенный. В расширенном поиске достаточно количества фильтров. Такие фильтры, как фильтры по году издания, по типу издания, книги, журналы или аудиокниги, например. Можно искать только в описании, это по умолчанию. Можно искать по всем текстам. Можно искать издания только с грифом. Можно искать, и по умолчанию это включено, только доступные издания. То есть только те, которые есть в вашей версии университетской библиотеки. Потому что полная версия, она, разумеется, шире, чем та любая частная версия, которая приобретается вузом. Можно искать по ГСН, по издательству и так далее. Ну и еще тут есть дополнительные фильтры, если вы здесь нажмете. Вы можете также искать по данным ключевым словам, вплоть до того, что на других сайтах, на юридических сайтах и так далее. По поиску тоже есть отдельный видеоролик. Можете его посмотреть, если вам это интересно, и предложить вашим студентам. Он примерно 10-минутный. Вы можете делать поисковые выборки. Поисковые выборки может делать любой пользователь, начиная от студента, преподавателя и библиотекаря. Они формируются в вашем личном кабинете во вкладке «Мои события», в подкладке «Поисковые выборки». И появляется ваша поисковая выборка, которую вы назвали в момент поиска, когда сохранили несколько книг для дальнейшего изучения. Вообще формирование поисковых выборок – это достаточно удобный механизм, когда вы сначала ищете, отбираете широкий круг, шорт-лист ваших книг, их может быть с десяток, не переходя сразу в чтение, сохраняете под поисковой выборкой, и потом уже внимательно их просматриваете на предмет того, что вам нужно, а что нет для дальнейшего чтения. Для преподавателей. Если преподаватели правильно занесены в систему, я имею в виду своими полными фамилии, имени и отчеством, то в момент подключения аккаунта при вызове своего личного кабинета вы можете посмотреть свои показатели цитирования. То есть в момент обновления этой страницы происходит соединение с сервером e-library, и ваши параметры передаются в нашу систему, и вы можете свободно видеть их прямо в нашей системе. Единственным случаем, который требует некоторых действий с вашей стороны, является случай, когда у вас есть в e-library полный ваш тезка по фамилии, имени и отчества. Тогда вам надо вручную задать вот этот вот SPIN, это ваш идентификационный номер в RIN-C, и после того, как вы его зададите, запись привяжется не к первому попавшемуся вашему тезке, а конкретно к вам. Я хотел бы отметить, что вообще у нас для преподавателей, которые являются авторами, создан специальный механизм, который позволяет быстрее получать результаты от цитирования. Первый пункт заключается в том, что электронное издание осуществляется быстрее, чем бумажное. Ну, типичное бумажное издание готовится примерно полгода, типичное электронное издание около месяца. Дальше сразу электронное издание поступает в EBS, и людям становится доступно, сразу вот тем потенциальным миллионам людей оно становится доступно, и они могут его быстро прочесть, соответственно, быстро процитировать, и вы получаете от этого уже гораздо быстрее, чем в бумажном виде, отдачу в виде RIN-C. Кроме того, хочу отметить, что мы аккумулируем сведения о наших изданиях, посылаем их в RIN-C, и издание находит отражение в RIN-C примерно через от месяца до трех, они публикуют эти издания, и они достаточно быстро появляются в RIN-C. Таким образом, EBS дает возможность вот этого увеличения ссылочного метаболизма, который позволяет преподавателю быстрее получать свои ссылки на свои работы. Да, ну вот здесь все то же самое написано, и именно этому процессу служат, еще раз покажу, вот эти вот библиографические описания, которые можно быстро взять, и списки литературы, которые тоже можно быстро взять, не переходя даже к чтению книги, они как раз служат для того, чтобы ссылочный метаболизм увеличить. То есть, даже для тех людей, для которых цитирование является пока еще затруднительным, ну, скажем так, по чисто техническим причинам, они не всегда могут грамотно сформировать ссылку и так далее, это большое поспорье для того, чтобы они грамотно ссылались бы. Для преподавателей есть дополнительная возможность добавить базовый учебник, и тогда все ваши студенты увидят этот учебник в своем личном кабинете. Вот так это примерно делается. Вот здесь вот появилась книжка физико-конденсированного состояния, которую я добавил. На нашем сайте есть раздел, который называется «Мои научные интересы». Мои научные интересы, конечно, это в основном касается преподавателей и пользователей со старшими ролями, ну и, может быть, для студентов, для аспирантов это тоже будет интересно. Если вы заходите в ЭБС достаточно часто, то у вас возникает некая история, и, исходя из этой истории, вам могут подбираться книги, которые вам будут предлагаться. «Мои научные интересы» здесь вы можете ознакомиться с новинками и со всеми книгами, которые есть, в соответствии с вашими интересами, обозначенными, во-первых, сейчас я покажу соответствующий интерфейс, во-первых, при помощи тегов вы можете выбрать конкретные теги и завести их сюда, либо вы можете взвести флажок на основе статистики, и тогда некий алгоритм, который вычисляет, что вы на основе посещенных вами книжек, строит предположения о ваших научных интересах и предлагает вам книги, похожие на то, что вы уже читали. Все наши проекты имеют мобильные версии, в том числе и ЭБС, можно скачать бесплатно и пользоваться. Для студентов это, видимо, наиболее интересно. Среди контента нашего, я уже сказал, что более 125 изданий в нашей библиотеке электронной, есть еще такой раздел, который называется «Тематические коллекции». Тематические коллекции – это специальные сборники изданий, которые наиболее полно отражают тот или иной конкретный вопрос из истории, философии, некоторые вопросы современности, естественных наук и так далее. Вот у нас 182 тематические коллекции, на которые можно, скажем так, отсылать студентов в том случае, если им надо, скажем, подготовить реферат по конкретной теме, например, по биографии Николая II, или Петра I, или по Суворову, или по военной истории, по каким-то вопросам естественных наук. Ну, можете посмотреть, эти 182 тематические коллекции присутствуют в разделе «Тематические коллекции». Ценность этих коллекций заключается в том, что они созданы не автоматически, а созданы профильными специалистами, книголюбами, редакторами, библиографами на основе своих собственных знаний о предмете. То есть, не всегда даже поиском или поиском по каталогу можно найти все эти книги, исходя из поисковых запросов, не все они так хорошо ищутся, а здесь вы получаете цельный набор книг, которые полностью покрывают вашу тему. Часто вопросом является то, куда обращаться в случае затруднений или вопросов. У нас есть вот такая вот четырехстепенная система. Во-первых, у нас есть учебный канал на YouTube. Во-вторых, у нас есть вебинары. Вот сейчас один из таких вебинаров. Но вообще говоря, вебинары проводятся не обязательно для конкретного вуза, а и для вузов в целом. У нас, разумеется, есть техподдержка. Техподдержка работает 12 часов в сутки, с 8 до 8 по московскому времени. Ну и, наконец, у каждого вуза есть персональный менеджер, к которому можно обратиться. Чуть подробнее. Наш видеопортал на YouTube включает учебные ролики, записи вебинаров. Вот его ссылка на него. Можете на него подписаться, что я, собственно, и призываю вас сделать. У нас есть ролики, и учебные ролики хранятся в плейлисте, который называется «Функционалы БС». У нас есть огромный раздел, огромный плейлист из почти 500 записей вебинаров наших. Ну и другие разделы профильные. В частности, вот я вам рекомендую раздел, который называется «Практикум автора учебного контента», в котором для преподавателей есть много интересной информации по изготовлению учебного контента, по различным инструментам, не обязательно связанным с университетской библиотекой онлайн. В общем, там много достаточно интересного. Техподдержка. Как я уже сказал, на каждой странице есть вот такая вот вкладочка. Сбоку или снизу, от версии к версии программного обеспечения, которое поддерживает техподдержку, меняется. Но не суть. Найдете на каждой странице вот такой вот «Задать вопрос». При этом вы попадаете вот в такую форму и пишете свой вопрос. Ответят вам достаточно быстро, если вы задаете вопрос в течение дня, работаете в поддержке, то достаточно быстро. Если ночью, то на следующий день придет вам письмо с ответом. Какие есть еще варианты? Варианты можете просто отправить письмо на help.directmedia.ru. Оно попадет к нашим администраторам, которые вам ответят. Можете по России воспользоваться бесплатным телефоном 8800 и так далее, вот как здесь написано. Либо скайпом biblio.club.ru. Если хотите задать свой вопрос устно, ну, если это только не простейший вопрос, я вам рекомендую все-таки сначала продублировать его на электронную почту и где-то через часик перезвонить уже голосом, чтобы наша техподдержка успела подготовиться к ответу на ваш вопрос. Ну, если вопрос простейший, что как работает, то можно сразу позвонить и получить соответствующий вопрос. Ну и, наконец, если по какой-то причине что-то не решилось, то обращайтесь напрямую к вашему менеджеру. В вашем личном кабинете есть информация о том, кто является менеджером для вашего вуза. Но это, обращаю ваше внимание, не вот эта электронная почта, да, эта электронная почта взята просто из тестового нашего аккаунта. У вас будет какая-то конкретная электронная почта и конкретный человек, который уже вашу проблему должен разрулить. Какие еще материалы я вам посоветую для изучения? У нас периодически проводятся вебинары более подробные, чем тот, который я сейчас вам сказал, по более конкретным темам. Например, 18 апреля проходил мой вебинар. Я тут ссылаюсь в основном на свои вебинары, потому что именно я провожу вебинары по тематике ЭБС. Вот. Вообще у нас вебинары проходят по совершенно разной тематике, но об этом чуть позже. Итак, для тех авторов, которые хотели бы сотрудничать с нашим издательством в качестве электронных авторов, вот есть запись вебинара. Здесь ссылка на нее приведена. Вебинар состоялся 18 апреля. Электронное издание. Как преподавателю стать автором в издательстве Директ Медиа. Ну и, наконец, конкретно по функционалу библиотекаря. 27 марта прошел мой вебинар, который назывался «Университетская библиотека онлайн для библиотекаря». Вот здесь о функционале библиотекаря. Еще я хотел бы вам рассказать пару слов буквально сказать о нашем открытом образовательном портале, который называется «Артпортал». Большинство материалов «Артпортала» выложено в открытом доступе, но есть и подписные сервисы на «Артпортале», которые позволяют расширить функциональность для тех, кто подписывается. Вот его адрес. Можете посмотреть сами на него. 65 тысяч изображений, 5 тысяч авторов, 3 тысяч музеев представлены. Различные жанры, стили и направления. Не буду их перечислять по несколько десятков стилей, направлений и жанров. Возможен просмотр иллюстраций с большим увеличением. Многие иллюстрации у нас представлены с отличным качеством, некоторые даже с гигапиксельным качеством. Отдельным проектом Артпортала, подписным проектом является «Артотека». Это отдельный раздел, где каждые 10 дней, 3 раза в месяц у нас выходят проекты, выпуски. Каждый выпуск «Артотеки» – это как небольшой журнал. Представлено это в виде лонгрида, то есть длинные страницы с большим количеством иллюстраций, большим количеством текстов, интерактивными элементами, мультимедиа и так далее. Каждый лонгрид начинается с красивой обложки. Среди интерактивных элементов в настоящий момент более 90 выпусков у нас уже вышло. Из них 7 являются абсолютно открытыми. Вы можете на нашем сайте посмотреть их, что они из себя представляют. Как я уже говорил, представлены широко интерактивные элементы, такие, например, как оси времени со слайдерами и, собственно, осью, на которой располагаются произведения искусства. Ну и наиболее такими продвинутыми мультимедийными интерактивными выпусками являются интерактивные карты или интерактивные путешествия по выдающимся произведениям, где мы используем гигапиксельные картинки, такие вот как изображение, например, триптиха Босха «Сад земных наслаждений». Я вам могу прямо сейчас дать ссылку, чтобы вы посмотрели, как выглядит такой интерактивный элемент и получили бы удовольствие от того, как это все выглядит и какие мелкие нюансы на картине можно разглядеть при помощи современных технологий. Вот так примерно выглядит. Слева увеличенный кусок изображения, справа контекстная информация в виде картинки, дополнительного текста, иногда видео, иногда звука, вот что-то такое. Один из таких проектов, открытый, вы их можете посмотреть, это «Явление Христа народу», интерактивная карта, можете ознакомиться. Я вам сейчас ссылку давать здесь не буду, дал одну уже ссылку на подобные интерактивные путешествия, ну а там найдете, если у вас будет интересно. Вот так примерно выглядит. Это одна из наиболее интересных наших работ. Здесь представлены слева огромные, в большом увеличении, картины Иванова, а справа либо сопроводительные тексты, либо дополнительные еще изображения из этюдов, которые делал Иванов в процессе рисования этой картины, которые заняло у него 20 лет, а этюдов он аж 400 сделал. Ну у нас, конечно, здесь их не 400, поменьше, но тем не менее можете ознакомиться. Ну и в завершение я хотел бы пригласить вас на наш проект, который называется «Директ Академия». «Директ Академия» – это наш большой вебинарный проект, который веду я. Каждый день у нас присутствует спикер. В этом сезоне, в этом учебном году у нас около 200 вебинаров пройдет. Повторяюсь, вебинар каждый день, и вот только несколько вебинаров, которые пройдут в ближайшее время. Я хотел бы вас с ними познакомить и предложить сразу зарегистрироваться, если вас заинтересует этот вопрос. Вот эти вебинары. Завтра у нас будет очень интересный вебинар. К нам придет легенда интернета российского, Максим Машков, который создатель библиотеки «Либру». И его тема «Место электронной библиотеки в современном медийном пространстве». Между праздниками у нас тоже будут вебинары все. Все три дня. Ну, вот я только два привожу здесь. Это 6 мая будет наша постоянная ведущая Наталья Модест-Логачева. И ее цикл, один из вебинаров ее цикла про диссертации «Читать или не читать», мониторинг чужих авторефератов и диссертации. Ну и 7 мая у нас будет Марина Орешко, тоже наша постоянная ведущая, с вебинаром «Хороши все жанры, кроме скучного. Игры и викторины в библиотеке». Этот вебинар пройдет 16 часов по московскому времени. Ну вот, собственно, коллеги, и все, что я хотел вам сообщить. Сейчас я прямо, можно сказать, не выходя из эфира. Вы пока готовьте свои вопросы, если они у вас есть. А я сформирую для вас, одну минутку, сформирую для вас сертификаты, и вы сможете их получить прямо сейчас. Итак, публикую ссылку. Вот по этой ссылке вы можете перейти в панель поиска, набрать там свою фамилию, либо свой e-mail, под которым вы регистрировались на вебинаре, и получить бесплатно сертификат об участии в сегодняшнем вебинаре. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы? Спасибо вам, что тоже посетили наш вебинар. Я хотел бы отметить еще раз, приходите к нам в Директ Академию. Мы периодически в более подробном, более подробно разъясняем наши продукты, и не только университетскую библиотеку онлайн, но и другие. Практически по каждому продукту у нас бывает несколько вебинаров. Вот в мае у нас будет вебинар по контентному наполнению, будет вести наш редактор Анна Иванова. Приходите, будет интересно. Ну и вообще участвуйте в жизни Директ Академии, чтобы лучше узнать об вузовской жизни. Мы туда приглашаем очень интересных спикеров, и я надеюсь, вам будет интересно. Благодарю всех, кто принял участие в нашем вебинаре. До свидания. Хороших вам праздников, которые предстоят нам уже очень-очень скоро. Надеюсь на дальнейшую встречу и сотрудничество. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok